Бытие, глава 15. И сказал Авраам, — Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, — Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чесл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, — Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, — Столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, — Я Господь, который вывел тебя из урохалдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение. Он сказал, — Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему, — Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак велики. И сказал Господь Аврааму, — Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, — Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Феризеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гиргисеев и Иевусеев. Продолжение следует...